Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим, и это итоговый выпуск обзорища в этом году. В этом году больше 50 обзоров снято, ни одного воскресенья, ну или иногда в субботу я выпускал ролики, не пропущено. То есть я довольно эффективно отработал, но ощущение под конец года осталось такое, что как будто что-то мы не подвели итоги. И в этом году я принял решение подвести итоги, ну в том числе благодаря вашим комментариям, комментариям под одним из роликов предыдущим, я принял решение подвести итоги по суши и роллам в городе Москве. Сегодня мы заказываем только Филадельфию, во всех, максимально во всех доставках, которые мы сможем заказать именно сегодня. Мы будем пользоваться агрегаторами, в том числе, там, Яндекс.Еда, будем сайтов заказывать, будем ехать на самовывоз. В общем, мы сегодня с Димоном стараемся сделать максимально объемный обзор Филадельфии. И подведем итоги, где самые вкусные суши, а где самые невкусные суши, а где такие средники, в общем-то, вот так. Я надеюсь, выпуск будет интересный, как минимум 10, я думаю, около 15 мест у нас получится. Давайте, мы погнали, в общем, вшарашить по Москве суши собирать, а вы ждите выпуск. Прежде чем мы начнем этот очень важный выпуск, резюмирующий выпуск, который важен не только для меня, но и полезен для вас, я хочу вам рассказать про классное мероприятие, в котором я принял непосредственное участие. Привет, Алиса! Покашеварим? Всем привет! Меня зовут Виталий! Именно с такой фразой я советую вам начать знакомство с голосовым помощником от Яндекс Алисой. Установите себе приложение Яндекс и подружитесь с Алисой. Этот милый голосовой помощник найдет для вас все, что угодно. Например, дав Алисе команду Покашеварим, которую я сказал голосом, вы слышали, вы получите отличную подборку рецептов, которые я сделал специально для вас. Там не только мои видеорецепты, но и пошаговые фоторецепты, которые вы сможете приготовить на Новый год. Обязательно зайдите в мою коллекцию, это вам облегчит подготовку к Новому году. Помимо меня в этом проекте приняли участие другие блогеры, а также мегазвезды. И вы можете посмотреть подборочки от них. Привет, Алиса! Что делать на Новый год? Вы по адресу. Я приготовила кое-что особенное. Знаменитый режиссер посоветует вам новогодние фильмы. Популярная певица поделится своей любимой музыкой, а известный российский техноблогер поможет выбрать подарки. Известные блогеры и звезды шоу-бизнеса посоветуют вам, куда сходить в этот Новый год. Что одеть, какой мейкап сделать, что приготовить, естественно, моя тематика. Ну и куча-куча других подборок, которые будут действительно полезны. И, наверное, одна из самых важных подборок это, что подарить на Новый год. Ежегодный головняк. Голосовой помощник Алиса вам поможет. Обязательно переходите по ссылке в описании, знакомьтесь с проектом, устанавливайте приложение. И не забывайте, конечно же, главную фразу, с которой надо начать знакомиться с Алисой от Яндекс, это покашевание. Только лучшее для новогоднего стола. Ссылочки в описании. Полезно. О, господи, что это было вообще? Короче, сегодня реально заказали везде, где смогли. Значит, у нас 14, 14 компаний. Сейчас вы поймете, какие итоговые таблички будут обязательно в конце. Все, все будет, ничего не пропустим, по крайней мере, постараемся. Какая печалька. Вкусные суши мы забрали, отличные суши с Ленинского в понедельник не работают. Они не участвуют у нас сегодня, к сожалению, хотя я очень хотел. Но чему я рад? То, что мы доехали до Йо-Йо Суши. Когда-то эти ребята заказывали на себя обзор, и сегодня фактически будет перетест. Йо-Йо Суши с... Какой? С Щукинской. Вот. Мы заказали Мориман. Все приехало нормально. Мы заказали Достоевского сравнить, Суши Стор, Мензо Кафе, который я постоянно упоминаю в качестве не самых больших, но очень гармоничных по вкусу роллов. Посмотрим, так ли все осталось. Суши сет заказали. В общем, короче говоря, довольно много всего. А, Премьер Пицца, кстати, да, тоже помните вы вот это вот все, то, что вы мне писали, предъявляли, что якобы я вас обманул, что якобы все не так, потому что там какой-то другой блогер сделал какой-то обзор, и у него было хуже. Такое бывает. Премьер Пицца мне не платили ни копейки, не заставляли меня под умом пистолета говорить свое мнение. Это было исключительно мое мнение относительно их еды. Вот сегодня перетестим. Вот они, кажется, они, роллы. Суши Стор, ребята, компания Суши Стор, с которой у нас отношения вот такие плавающие были. Сегодня они порадовали, серьезно. Я даже у себя в сторис выложил, я заказал роллы Филадельфия. Плюсом к роллам Филадельфия, которые я заказал, они привезли еще целую коробку. Целый заказ на 1100 рублей. Я такой, типа, я не заказывал. Звонит курьер, говорит, что это такое, ну, почему? Вот. И оказалось, что это тот самый заказ, который они накосячили какое-то время назад. Тоже у меня в сторис в инстаграме есть. Я там все выкладываю. Что нравится, что не нравится, всегда выкладываю. Там было отвратительно, у Суши Стор рыба, короче. Дорогие Суши Стор, я вас недавно хвалил. Но то, что мне сегодня привезли, это просто дичь. Это просто дичь. Что с лососем? И тут они исправились и привезли мне этот целый заказ. И я посмотрел, действительно, там уже более-менее годная рыба. Короче, с каждой этой компанией есть какие-то ассоциации, какие-то впечатления, какие-то воспоминания. И сегодня моя задача подвести реально итог, где самое дно, где топчик, а где, ну, типа окей, можно заказать. Вот и вся задача. Не будет никаких там рейтингов по скорости доставки. Потому что мы сами заказывали, ездили, забирали много где. Это не имеет значения. В общем, сегодня исключительно про рыбу, исключительно про сыр, сваренный рис и итоговый вкус. 14 доставок. Погнали. Сразу же бросается в глаза контраст. Вот когда я задавал вопрос, а что же дно? Я не думаю, что ответ будет очевиден сходу, ребята. Это Екитория. Это не то, чтобы Филадельфия. Это не ролл Филадельфия. У них нет ролла Филадельфия. Это ролл со сливочным сыром, который как-то называется, на который немножко насрано икрой вот этой. И поэтому он стоит под 400 рублей. Маленький, с бледной рыбой, хрень. И, конечно же, сразу выделяется фаворит, по крайней мере, по размеру. Это, конечно же, мореман. Мореман выглядит изумительно. В общем-то, я другого и не ожидал. Но, с другой стороны, если мы берем, например, Достоевский и берем мореман, тут уже вопрос, да, смотри, Достоевский, какая рыба. Почему она такая красная? И она выглядит абсолютно не хуже, чем у моремана. Да, мореман весь обернут, но Достоевский выглядит тоже круто. Вот. Равно как, в общем-то, и вкусные суши, которые, как всегда, сделаны, сделаны роботами. Как мне кажется, скорее всего, это делают не люди, потому что нельзя так всегда одинаково делать роллы. Вот. Тоже абсолютно классно выглядит. Ну, и остальное, в целом, по ощущениям, это где-то вот какой-то середнячок. Отличный выпуск. Я реально доволен. У нас сейчас будет прям вообще итоги-итоги. Давайте начнем с этой вот, с Якитории. Ролл, который максимально похож на Филадельфию. 377 рублей стоит. 195 граммов он весит. 193 рубля за грамм. Кстати, если сравнивать по граммам, ну ладно, окей, попозже скажу. Так. 194 грамма с коробкой. То есть даже 194 грамма это не до вес. Даже столько соблюсти не смогли. Коробка 10 граммов, да, но я ставлю, ну блин, ну 180, точно, ну не до вес. Ну у меня тут слов нет. То есть относительно вот этого ролла, я не знаю, но вы меня поддержите, да? То есть что тут обсуждать? Это вот это вот... Вот так вот и все, понимаешь? И они икры, вот этой вот пятерочке по акции продается. Сейчас икра там рублей 100 банк стоит, видать. Накидали 3 икринки, понял, и это теперь 400 рублей стоит. Не, ну Якитория это днище. Я вот такого не ожидал, серьезно. Я бы не сказал, что меня шокирует вкус, честно. То есть по вкусу это весьма неплохо. Сливочный сыр довольно вкусный. Кремет или не кремет, я не могу сказать. Буду определяться попозже. Рис сварен хорошо. Рыба дно. Икра тут на удивление в тему. Я всегда критикую икру, но тут хотя бы вкус чего-то, понимаешь? Вкус икры почувствовал немножечко. Короче, дно не ожидал я от Якитории. Для меня всегда Якитория и Тануки, типа, ну, такие два столпа в японской кухне. И они конкурируют. Но они не конкурируют. Где Тануки? Вот Тануки. А вот Якитория. Идей на одни и те же роллы. Якитория, Тануки. Давай попробуем Тануки. В Якитории 193 рубля за 100 граммов. Если все соблюдается. В Тануки 174 рубля за 100 граммов стоимость вот этого ролла. Но он, вы видите, выглядит даже гораздо лучше. Тануки традиционно всегда кладет немного всего... Опа. Опа-попа, смотри. Ну, давай разверну вам эстетичной стороной. Вот. Но, тем не менее, попка есть как бы, да? Тануки кладет 6 кусочков. Все эти 6 кусочков весят, по идее, 250 граммов. Сейчас мы взвесим. И вот так вот это выглядит. То есть, Филадельфия от Тануки это еще и зеленый лук внутри. Чего я даже уже не помню. Но в целом, да? Сказать, что рыба какая-то плохая, я бы не сказал. Это, если что, соседний кусок рыбы. Она так не расслаивается. То есть, рыба довольно неплохо и свежо выглядит. Но это Тануки. Вот Тануки я в этом плане уважаю. Что у них, как минимум, рыба всегда хорошая. Давайте сейчас попробуем выложить. Напоминаю, 250 граммов. Это довольно хороший показатель по роллам. 250 граммов. 245. Небольшой недовес. 245 граммов. Но при этом, опять-таки, респектую Тануки за то, что обернуто. За то, что рыбы, ну, не то, что пожалели. За то, что рыба вполне сносная. А вот как рис они делают. И в целом гармония. Сейчас попробуем. Но рыба при этом какая-то скользкая. То есть, они ее еще сверху смазывают чем-то, чтобы она блестела, понимаешь? То есть, по факту, это тот же унылый лосось, видать, что и всегда просто смазанный. Придется вот так вот. Метода от Покашеварим. Зеленый лук я что-то раньше не замечал. Не, он мне сейчас нравится просто потому, что я люблю зеленый лук. Но по чесноку вообще никак не стыкуется с роллом. Очень чужеродный такой вкус лука. Я что-то раньше не замечал. Мне кажется, это какая-то новая фишка. Вот это Филадельфия от Тануки. Ребят, ну, тут вообще как бы нет претензий. Смотрите, она выглядит красивым квадратиком. Нормальный лосось. Видно, что это лосось свеженький. Да, смотри, он даже на волокна так вот не разбирается-то легко. Лук внутри ролла. Не нет, не да. Не нет, не да. Просто вот странно, но неплохо. Вот такие ощущения. Ладно, Тануки неплохо. Но как минимум Тануки гораздо лучше, чем Якитори. Но при этом Тануки дорого. То есть такой ролл стоит 435 рублей. Тануки это было всегда дорого. Только что видели рыбу от Тануки. Давайте посмотрим примерно сопоставимое по качеству. Я даже не вижу надписи. Я просто вот буду брать первое попавшееся. Суши Фиш, кстати. Это удивительно. Потому что Суши Фиш это та доставка, которая была у меня в районе долгое время. И потом они уехали. И я у них часто заказывал. Не потому что у них роллы самые вкусные. А потому что цена-качество было сопоставимо. У них были недорогие роллы. Привозили быстро и меня устраивало. Это круглый ролл у них. Называется Суши Фиш. 300 рублей стоит. Дим, это он же? Короче, это ролл за 300 рублей. Который весит 220 граммов. 136 рублей за 100 граммов. 277. Суши Фиш. Нормальный перевес сделали. Но ведь могут же некоторые взять и перевесить Витальки на радость. Честно скажу, это довольно нетипичный ролл для Суши Фиш. Я, честно говоря, не ожидал, что он приедет мне в таком весьма сносном виде. То есть, когда ролл круглый, это всегда хорошо. Выглядит это неплохо. Стоит это адекватных денег. Хотя я не уверен по цене. Но сейчас цена будет на кадре. Мы разберемся в итоге, что это за ролл. Рыбка, ну, так себе. Рыбка, как бы, ну, видно, да, что она такая вот, ну, типа, вот, грустная такая. Заберите меня, заберите меня отсюда. Я больше не хочу находиться на этом ролле. Но реально, рыба грусть. Хотя при этом блестит. Но она блестит, видимо, как раз от тоски. Это уже такая реквием по рыбе, короче. Давай, ладно, попробуем. Оба. Ну, середнячок. Очень посредственный сыр. Плохая рыба все-таки. Мне не нравится. Она безвкусная абсолютно. И плохо сваренный рис. То есть, Суши Фиш, когда ты покупаешь, там, типа, по акциям, что-то дешевое, наверное, можно брать. Но, если ты хочешь, вот, ну, типа, вкусных роллов, то не сюда. Нет, Суши Фиш расстроил. Хотя выглядит это так, как будто бы меня не должно это расстроить. И вот идеологически, в принципе, похожая сетевушка на Суши Фиш. Суши Весла. Двести пятьдесят четыре рубля стоит такой ролл. Это недорого. За двести двадцать пять граммов. Рыба лучше, чем была в Суши Фиш, которую мы только что смотрели, да? Она более плотная, то есть, ее вот так не разорвать сходу. Свернута аккуратно, а сыр видно вот так, кстати. Вот по цвету можно определить. Желтоватенький цвет, и значит, вот это хуже. Хуже сыр, чем тот же кремен. Рис вроде неплохо свернут. Слушай, ну, цена адекватная. Как бы с учетом цены весьма, весьма годная история. Удивительный лосось. Очень странная консистенция. Это, знаешь, вот есть картошка из чипса. То есть, из картошки делают порошок, высушивают все это, там перемешивают с крахмалом. Потом делают определенную форму, получается чипсы. Здесь такое ощущение, что что-то сделали с рыбой. Потом ее высушили, измельчили и переделали вот в это. Я не помню, что я говорил на обзоре в суши-весла. Вот и все, ребята, суши-весла, ничего необычного, ничего особенного. Это просто бренд. Ребята работают над брендом, но забывают работать над едой. Но вот сейчас я, когда это ем, мне даже за эти деньги, мне это не нравится. Потому что рыба чертовски странная. Не по вкусу, не по запаху, а именно по консистенции. Очень странная, она какая-то максимально резиновая. Вот, но плюсом к этому, конечно, добавляем сливочный сыр, который по вкусу напоминает масло. Плохо сваренный рис. И, пожалуй, даже за 255 рублей суши-весла я заказывать не хочу и не буду. Вот. А с другой стороны, у меня возникает вопрос. Я хочу ли я заказывать за 1200, например, роллы из маримана. Мм? Мм? 1200? 250? Ну, конечно, я это хочу больше. Ну, мариман, как всегда, великолепен. И давайте все-таки вот есть определенные у нас как бы конкуренции между мариманом, Достоевским и вкусные суши. Мариман, вкусные суши, Достоевский. Ну, определенно мариман выглядит самым люкс. По той простой причине, что здесь, как минимум, все обернуто рыбой, плюс аккуратно это сделано, как всегда. С другой стороны, Достоевский не сказать, что уступает сильно мариману чисто внешне, да? Вот посмотрите, у маримана тоненькая рыбка, у Достоевского толстенькая рыбка, хоть опять-таки не понятно, какого черта она такая красная. И давайте возьмем... Это какая-то Филадельфия странная, Димон заказал. Дим, что, она какая-то нестандартная, да? Люкс. А, это Филадельфия люкс, да? То, что, смотрите, обычно нори внутри, потом рис, потом рыба. Вот, а здесь, ну, в общем, вот это вот Достоевский. Я не знаю, как сложить. Достоевский. Достоевский, мариман и вкусные суши. По размеру, конечно, вкусные суши просто рвет всех. Достоевский самый маленький, но, блин, не скажешь, он маленький. Он весьма годный по размеру. Это по сравнению. Еще раз, Филадельфия люкс. Филадельфия мариман. Филадельфия Достоевский. Ну, возможно, Достоевский может какой-то, знаешь, там покрасивее выбрать кусочек. Хотя они отламываются все, я не знаю, какой выбрать. Да одинаковые они, не, какой... Во, нифига себе. Достоевский тут выиграл. Короче, катают неровно. Давай возьмем вот такой, который по размеру с мариманом. Ну, не сказать, ну, то есть, в принципе, можно назвать этих ребят конкурентами. Конечно, все зависит от итогового вкуса, который мы сейчас и попробуем. Давайте, мариман. 290 граммов. Самый большой ролл вообще по весу, который у нас здесь заявлен. Сколько, Дим, я не вижу? 322. 322. 322. Все очень и очень хорошо. Ну, очевидно, я не знаю, ну, давайте вот взвесим вместе с угрём и поделим пополам. Тут больше 300 граммов будет. Ну, да, где-то 350 граммов. Филадельфия. Люкс. Вот вкусные суши. И Достоевский. Я вот тут уже весь раздербанил. Вот Достоевский. Не держится ни хрена. Сколько там? 306. Самый большой все-таки. Это вкусные суши. Мэриман. На втором месте и на третьем. На третьем Достоевский. Вот они размерчики. Цвет, конечно, у Достиг самый прикольный. Останется пробовать. Погнали. Давай прям три сразу и затестим. Попробуем Достоевского. В принципе, Достоевский неплохо справился. Вот он тоже вот такой вот. Я пользовался Достоевским до поры до времени. Потому что мне надоела его нестабильность. Потому что они иногда привозят прям и рыбы хорошие, свёрнуты хорошо. И всё вроде бы нормально. Иногда привозят, где они рыбу эту достали, хочется спросить. Кто сворачивал и так далее. В данном случае тоже хочется спросить, кто сворачивал. Потому что они все вот такие вот. Ну, то есть, что-то там отслаивается. Они как-то неуплотнённые, что ли. То есть, сворачивать не умеют. Сушисты стабильны. Вот. Но это, наверное, один из... Ну, по вкусу, один из приятных вариантов Достоевского, который радует. Давай попробуем вот этот вот люкс Филадельфия. У них, кстати, вот вкусные суши никогда не указывают... Никогда не указывают в чём-то вес на своём сайте. Но они нам говорили, по-моему, да? У них всё примерно по 300, короче. Вот. А сколько вкусные суши? 450 рублей. А, ну это люкс, потому что, да? Хотя, по-моему, у них и стандартные примерно такие, нет? Странно. А, потому что обёрнута рыбой. Обычно в полоборота. Вкусные суши шляпа, короче. Разрыв шаблонов. Я когда делал прошлый обзор на вкусные суши, я очень аккуратно высказывался, но всё-таки высказывал своё мнение, что это вообще не топчик. Вот. И вы меня закидали камнями. Как только Олег Обломов выпустил себя на канале и подтвердил мои слова, что это не топчик, вы такие, ооо, да. Не, ну, конечно, я согласен. Олег, во-первых, их открыл. Олег имеет право, как сказать, я тебя породил, я тебя и убью. Согласен. Я присоединяюсь, ну, то есть, вот, в таком виде вкусные суши, они не вкусные суши. Это одни из самых пресных, наверное, роллов, которые я ел, безвкусных. И при этом безумно масляных. Сыр, днище. Рыба не чувствуется. Рис сварен пресно, но об этом я говорил уже не один раз. Короче, вкусные суши разочаровывают, к сожалению. Почему я заказал еще и с угрем, раз они меня так разочаруют, да потому, что у них минимальная сумма заказа. Пришлось заказать и с угрем. Ну, с угрем, кстати, будет нормально. Мари-мальчик, ребят, самый дорогой ролл, 1200 рублей, я напоминаю, стоит 414 рублей за 100 граммов. Цену даже не обсуждаем, давай вкус. Если раньше я делил сыр на хороший и плохой, то, пожалуй, сейчас можно делить сыр на хороший, плохой и средний. У вкусной суши дно полное, сыр, вообще просто это масло, это не сыр. Вот здесь абсолютно одинаковый сыр используют Достоевский и Мари-ман. И в обоих случаях это средненький сыр по вкусу. То есть это все-таки не кремет, вот серьезно. Я могу ошибаться, но, по-моему, это не кремет. И давайте скажу вам сейчас странную вещь, которую, ну, точно вы не ожидаете услышать относительно роллов за 1200 рублей. Рыба у Достоевска лучше. Не потому что она краснее лучше выглядит, хоть и хуже свернута. Просто она вкуснее. Вот эта рыба имеет вкус, а вот эта рыба безвкусная. Давайте скажем спасибо Мари-ману за то, что он за 1200 вот приводит такие роллы. Как бы отстой. Ну, то есть для Мари-мана это абсолютно пресная рыба. Я не ожидал, я ожидал другого вкуса. Это вкусно? Нет, ну, то есть это не сказать, что это прям дно. Вот, пожалуй, вкусные суши, это вообще невкусно. Официально заявляю. Филадельфия от Мари-мана, ну, типа, просто нормальная Филадельфия. Ну, серьезно, она не намного лучше. Она хуже Достоевского, и она не намного лучше, чем вот до этого мы ели, что мы там ели. Да тот же суши-фиш, кстати. Вы извините, Мари-ман, но давайте уж за бабки как-то за такие надо соответствовать. В общем, вот такие дела, большая тройка. Но мы сейчас пройдемся дальше, потому что у нас еще там Йо-Йо Суши одни из лидеров вообще у нас в рейтинге. По вкусу они мне понравились. И вообще вот есть мега обернутые, еще очень обернутые, еще даже очень обернутые роллы. Вот, но вот такая вот троечка. Достоевский, но опять-таки с минусами. Что это за сворачивание такое? Давайте Йо-Йошек посмотрим. Йо-Йошки года два или полтора назад заказывали на себя обзор. Тогда они только открылись. Судя по тому, что они за полтора года никуда не двинулись, видимо, что-то дела идут не очень. Ну, либо идут, но они не хотят никуда развиваться. Потому что тогда это было вкусно. То есть тогда это было удивительно, там, свежая рыба блестящая. Сейчас она тоже неплохая. Сейчас тоже рыба неплохая. То есть видно, да? Во-первых, ее мало, но при этом она толстенькая как бы, да? То есть не сказать, что ее мало положено, потому что куски довольно хорошие. Вот. Так, весить сколько Йо-Йошки должны? 247 весят они, а должны весить 260. Ну, вот плюс такой вот недовесик. Не изменяют они традиции, им делают квадратные роллы. Не знаю, мне круглые нравятся больше. На то они и роллы. Рыбка вот такая. Блин, ну вот, слушай, ну не было такого раньше. Ну, хуже стала рыба, хуже стала рыба, черт подери. Йо-Йошки, расстраивайте вы меня. Йо-Йошки, когда-то за вас горой был. И что ты сказал с доставкой задницы, да? Ну да, опоздали. Опоздали. Мы заказали к метро, Дима заезжал к метро. И в итоге ты что, отходил, да, его искал там. Слушай, ну, вообще давай честно. Вкусно. То есть, по ощущениям, конечно, они стали делать чуть хуже. Чуть хуже. То есть, вот то, с чего они начинали и то, к чему пришли, стало похуже. Но при этом, все равно это вкусно. Вкус рыбы чувствуется. Сливочный сыр здесь у них вкусный. Огурчики свежие. Рис сварен. Рис сварен нормально, заправлен тоже более-менее. То есть, в принципе, съедобно. Я бы не сказал, что по вкусу меня эти роллы разочаровали. Вот. Поэтому, наверное, первоначальные мои ощущения я чуть заберу назад. В целом, ёёшки неплохие. Вот по району, где они возят, они возят... Блин, постоянно забываю. Не ща, 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 щукинская. Соседняя станция метро со мной практически. Я забываю название. В общем, кто в Щукино, ёшки нормально делают всё-таки. Но стал чуть-чуть не то. Ладно. Чё у нас тут вот? Ну вот идеологически похожи. Есть какие-то темы? Суши-стор, да? Суши-стор. 400 рублей стоит 250 граммов. Ну, слушай, ну тут, конечно, учитывая, что они понимали, куда они везут, они сделали идеально. Но я вам скажу, даже когда они ещё не понимали, куда они везут, они делали такие роллы. Опять-таки, да, во-первых, они кругленькие. То есть, они пытались повторить историю вкусной суши. А я это знаю. Мне это они сами рассказывали. То есть, тут вот довольно большой кусок рыбы. Рыба хорошая, не то что... Блин, да что за скользкие палочки у маримана? Чё там мариман сегодня вообще... Это такая рыба, ну, видно, да, что она хорошая, хорошая рыбка. Сливочный сыр, огурчики порезаны в стиле... В стиле вкусные суши. Ну и в целом, выглядят они очень недурно. Вообще, взаимоотношения суши-стором у нас складывались как? Первый обзор я на них сделал, весьма неплохой, кстати. То есть, они себя неплохо показали тогда. Но критики было много. Они потом ввели в своё меню XL и написали мне, что хотят переобзор. Заказали на себя переобзор. Там ещё какую-то акцию прорекламировали в Инстаграме. Был переобзор суши-стора как раз вот с этим меню. И когда мне рассказывал менеджер их, который вот связывался, они рассказывали, что они хотят сделать так же качественно, как вот вкусные суши. И у них параллельно существовали вот такая вот Филадельфия. Ну, точнее, это сливочный лосось называется ролл. Ну, я её называю Филадельфией. И параллельно существовали вот эти днищинские, их стандартные Филадельфии. Там просто вообще ни о чём. То есть, блин, я не знаю, зачем они в меню. До сих пор, по-моему, остались. Ну, вот. И вот это вот было весьма годно. То есть, я стал клиентом суши-стора у себя на районе. Заказывал, заказывал. И потом ба, в какой-то прекрасный момент такой, опять нестабильно. Один раз привезли просто полное дно, понял? Но сейчас извинились. И вот почему они знают, что они ко мне везли? Потому что они мне по умолчанию положили ещё старый заказ, исправили. И плюс я, естественно, когда вот тот заказ мне мерзкий приезжал, я его в Инстаграм выкладывал там с отметкой суши-стора, чтобы они видели. Но я человек справедливый. Сейчас они исправились, я тоже выложил, что они вот так поступили. Порядочно, я считаю. Но лучше бы не косячили. Офигенно! Суши-стор делает вкуснее, чем Мариман. Вот если не косячат, делает вкуснее, чем Мариман. И вкуснее, чем Достоевский. И гораздо вкуснее те, за кем они повторяли. Чем вкусные суши. Очень вкусно. Сливочный сыр, кремет. Стопудово. Это вот он, стопудово. Сливочный сыр, кремет. Огурчики свежие. Рис сварен клёво. Рыба годная. Суши-стор пока по вкусу лучшая. Пока по вкусу лучшая. Но у нас остались ещё... У нас остались ещё чё-да. У нас ещё дофига. Суши-сет, фарфор. А, премьер, во! Скажи, где премьер? Вот премьер. Выглядит уныло, серьёзно. Вот сейчас смотрю, выглядит уныло. Вроде бы рыбы много, вроде бы всё так... Ну, как-то странно. 380 рублей. Стоит дорого довольно. Но это вот всё. Мне про это нечего сказать, серьёзно. То есть, смотри. Так тонко... Могут нарезать, наверное, только ниндзи какие-нибудь. Очень тонкая рыба. Очень странная консистенция. Она заветренная. По ней видно, что она заветренная какая-то рыба. Не испорченная, потому что запаха никакого нет. Но заветренная. Вот. Плюс, конечно, сделано... Блин, ну вот, короче. Вот так вот всё. Вот так вот кусками всё разваливается. Это плохо сваренный рис. Плохо прижатый рис. И плохая рыба. И сливочный сыр сейчас попробуем. Ну давай, ладно. Я-то всё равно пробую. 380 граммов. Чё? А, 380 рублей, 205 граммов. Ну, по граммам всё хорошо. Они соблюдают. Но это, конечно, таких денег не стоит. Прям даже внешне это видно. Да рыбу вот с кем угодно. Вот сравнить. Давай вот йо-йошечек возьмём, да? Вот рыба от Йо-йо. Пусть и кусочек как бы короткий, но толстенький. Да? И вот эта рыба. Ну, видите разницу, да? Прям в этой рыбе волокна видно. Она такая эластичная какая-то. Вот видишь? И вот эта рыба, она прям, ну, заветренная. Просто нет слов. Очень вязкий, очень вязкий ролл. Но при этом вкусный сливочный сыр. Весьма недурно сваренный рис. И рыба, в которой чувствуется вкус. Это странно. Это странно. Скажем так, по вкусу этот ролл гораздо лучше, чем внешний вид его. Я не могу назвать его плохим. За 380 рублей. Нет, безусловно. Достоевский. Я уж не говорю про мариман. Хотя нет, мариман сегодня... Нет, мариман сегодня нет. Короче, Достоевский, Сушистор и Тануки, они вкуснее. Они вкуснее, чем это. Но это не дно. Это не дно однозначно. Все. Вспомнил. Пойдет. Окей. Менза. Та самая, которую я упоминаю в качестве гармонии. Эталон гармоничного вкуса. Менза кафе. Нормально выглядит. 409 рублей стоит. 226 граммов. Ну, тут недовес. Коробочка 10-15 граммов. Небольшой недовес есть. Здесь удивительно как-то. Вот смотри, в Мензе, да? Вот это 3 штучки. Выглядят великолепно. Вот эти 3 штучки. Тут рыба какая-то унылая. Не пойму, в чем прикол. Но в целом, в целом, ощущение от Мензы. Вот от этих роллов. От того, как они свернуты аккуратно. И от того, как выглядит рыба. У меня приятные. Во-первых, рыба положена на 3 четверти. Во-вторых, рыба не тонкая. Вот прямо здесь видно. И в-третьих, рыба довольно плотная. Это видно даже вот просто не тыкая ее, как я это делаю обычно. Ну, давай посмотрим, как Менза с гармонией-то справилась. До сих пор хороша? Али как? Не, ну Менза, что? Ну, фиг знает. Я люблю Менза кафе. Все. Видимо, я как-то навсегда... У нас с ней любовь безусловная. Понимаешь? Ничего Менза кафе не делает, чтобы бизнес-ланчить. Мне всегда нравится. Вкусный гармоничный ролл. Вкусная рыба. Вкусный сливочный сыр. Хорошо сваренный рис. Мне больше сказать нечего. Менза кафе, как всегда, молодцы. Дорого, но как бы гарантированно вкусно. Мне нравится, что они делают. Красавчики. У меня от Менза еще, кстати, я себе заказал 2 баклажки этого. Маракуйя Тархун. Если сравнивать Мензу и Сушистор, у Сушистор вкуснее. Если сравнивать Мензу и Тануки, то, пожалуй, сопоставимо, но в Мензе нет лука. Это скорее плюс, нежели минус. Вот с Тануки очень похожи. Они по ощущениям общим. Но в Мензе, наверное, повкуснее чуть-чуть. Я не знаю, как они это делают. Вообще не важно. Сушисет. Сушисет эти, ребята. Насколько я помню в обзоре, это тот самый легендарный обзор, где они за 300 рублей продавали какой-то сет с укропом. Я тогда бы сказывался, что сет за 300 рублей, это капец как хорошо. Короче, вот этот сет стоит 299 рублей. 300 рублей стоит вот этот ролл, этот и этот. То есть 100 рублей один набор ролл. Ё-моё. Это действительно, действительно неплохо. Вот, я помню эти ощущения. Не, ну укроп это, конечно, днище в роллах. Но я в целом оценил тогда объем еды, как бы, за очень разумные деньги. В этом плане мне понравилось. Вот, и даже укроп меня не очень смутит. Вот, я вспомнил, что это за обзор был. Давайте посмотрим, что сейчас. За 370 рублей вы получаете пазл из рыбьих волокон. Это очень странно, ребят. Это, пожалуй, одна из самых странных рыб, которые я видел вообще в роллах. Плюс свернута не очень аккуратно. Внутри авокадо каким-то лешим. Ну, авокадо мягкий, кстати, свежий, классный авокадо. Вот, но рыба, рыба, конечно, печалька. Давай попробуем суши сет. 370 рублей. 235 грамм, блин, не взвесил опять. Ой, блин, ну, нафиг. Суши сет просто нет. Скажу рифмой. Отвратительная рыба, блин, она... Не знаю, с чем сравнить. Как будто панакоты какая-то, вот такой, знаешь. Видишь, не желе, а суфлешка. Вот такая рыба. Не, суши сет прям отстой. Вот примерно такую же рыбу мне суши стор привозил когда-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно, у нас... А что у нас осталось-то, кстати, Дим? По-моему, все. Я прям привкус, вот, серьезно. Суши сет на сегодня вместе с Якиторией отправляется в самое дно. По вкусу и по ощущениям от продукта. Короче, у нас есть пицца суши вок. Не суши вок, а пицца суши вок. Я в них вечно путаюсь, короче. Недавно, кстати, я и суши вуки заказывал. Зашел по дороге, сделайте мне Филадельфию, пришел домой, просто оплевался. Но был голодный, съел, короче. Типа такого что-то накидали. У нас здесь фарфор. Вот фарфор, если мне память не изменяет, показывали себя неплохо с точки зрения пиццы. По-моему, они год... Да, Дим, по-моему, пицца была неплохая у них. Но роллы у них тоже не шокируют. Я бы не сказал, что они очень впечатляют. Тут по рыбе тоже есть вопросы. Слушай, и суши вок неожиданно хорошо выглядят эти роллы. Суши вок. Нет, пицца суши вок. Вот так надо называть. Пицца суши вок выглядит изумительно хорошо. Вот иди сюда прям. Посмотрите, посмотрите, какой классный кусочек рыбы. Блестящий. Не разваливающийся. Аккуратно свернутый. Посмотри, а? Ну, чудесно. Ну, вот смотри, я сейчас возьму измен за кафе. Да, просто вот положим рядом. А? Как два брата, скажи. Прям вообще одинаковые. Я не знаю, в чем магия. Ну, серьезно, я не знаю, в чем магия, но они абсолютно одинаковые. Дим. Похоже. Это одни и те же ребята делают. Я зуб даю. Слушай, надо почитать. Может, это одно и то же реально? Подожди. Офигеть! Смотри, блин, это открытие года. Чел, или я ошибся, или... Вот идти сюда, 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 сюда переводи. Смотри. Пицца, суши, вог. Мензо-кафе рядом стоят, видишь? 226 граммов и 226 граммов. Чел, походу, это одна и та же контура, нет? Не может такого быть, что они как-то связаны? Ну, потому что не могут так роллы быть, похоже. Ну, посмотри, блин, они просто один в один вообще. А, вот это, слушай, в чем-то магия, мне кажется. Так, ну, я даже взвешивать не буду, потому что они такие же, как в Мензи, прям, точь-точь. Давай попробуем. Шок-контент, блин. Ну, я серьезно, если кто знает, там, связь, вот, владельцев двух контор, или кто-то, может, в Мензи работал, потом свою открыл. Ну, вот, кстати, относительно цен, да, пицца-сушевок 460 стоит. В Мензи 409. В Мензи, в Мензи дешевле, чем в пиццу-сушевок. Слушайте, возможно, это эффект плацебо. Просто, я, как повторюсь, я к Мензи отношусь крайне уважительно. Я бы не сказал, что я не уважаю пиццу-сушевок, я не знаю. Давно был обзор на них, я уж не помню. Ну, Мензи все-таки, мне кажется, вкуснее, но это не точно. В целом, наверное, это примерно сопоставимая тема. В общем, пицца-сушевок. Интересно, если кто-то из зрителей знает вот эту историю, напишите, ну, граммы 226, как так может совпасть? Кто-то у кого-то подрезал меню, походу. Ну, и фарфорчик у нас остался. По-моему, все. В фарфоре роллы стоят 349 рублей. Полностью обернутой рыбой, но абсолютно убогой рыбой. Вот такой вот рыбой, которая... Вот, может, такую ладошку сделать. Не видно у тебя что-то на ладошку похоже? Эй, ребят, hello! Слушай, ужасная рыба, на самом деле. Я ничего не могу сказать. Действительно плохая. Дешманский сливочный сыр. Блин, не хочу даже взвешивать. Это не имеет никакого значения. Давай попробуем. Это явно у нас не передовики производства. Самый плохо сваренный рис за сегодня это фарфор. Рыба дно, сливочный сыр из средних. Нет, короче, нет. В общем, друзья, мы все попробовали. Серьезно, я очень рад, что этот выпуск случился. По нескольким причинам. Во-первых, в очередной раз в сравнении одновременно двух продуктов я убедился, что вкусные суши все ушли со статуса легенды в статус просто огромных роллов с невкусных роллов. Достоевский подтвердил свой статус годной доставки. Суши Стор исправились, но не могу ничего относительно них сказать, потому что, ну, серьезно, блин, ну, знали, кому везти. Вот если так они возят всем, а так они возили и мне, и другим людям, мне подписчики тоже писали, что пользуются Суши Стором, это хорошо. Если это привезли эксклюзивно там для меня сейчас, а сегодня же вечером они возят из той самой рыбы, то это плохо. В общем, фиг знать, если так, то это топчик. Суши Стор это красавчики, серьезно. Без всяких вопросов. Самые вкусные на сегодня роллы в целом. Мари Мэн разочаровал. Менза Кафе вместе с пиццей Суши Вок. Типа доказали, что мы норм, у нас можно заказывать. Но остальные в целом шляпа. Че, премьер более-менее ничего таки оказались по вкусу, но рыба странного вида. Фарфор фигня. Суши Сет самое дно на сегодня. И Якитория самое-самое дно днищенское на сегодня и во веки веков. Аминь. Суши Весла тоже ни о чем. Короче, вот так вот. Вообще, по факту, у меня на районе Чоа. У меня на районе Суши Стор только остается. Суши Стор. Либо долгие доставки от Мензы, но это ждать долго довольно. А, Тануки. Да, да, Суши Стор, Тануки, реально. Получается, Суши Стор и Тануки. Вопрос цены, да? Тануки подороже, но вкусненько. Суши Стор тоже, кстати, не дешево. Тоже вкусненько. Все. Тип все. У меня вот такой район. Ну и Достоевский. Достоевский, если бы его нестабильность, то был бы прекрасен. Вот если бы, во-первых, цены не повышали. А у них, кстати, я заказал за 400 с чем-то рублей. А если сайты у них заказывают? Через агрегаторы я заказываю. А если сайты дешевле. Да? Да. Вот такие пироги, ребята. В общем, выводы сделаны. Сейчас давайте еще раз посмотрим, насладимся. Всеми роллами одновременно. Сейчас на экране вы увидите роллы, которые сегодня были на обзоре, чтобы еще раз наглядно посмотреть, какие же из них лучшие, какие хуже и так далее. И давайте я выставлю оценки. Просто по пятибалльной шкале в целом ощущение, вкус, качество, цена. Вот в целом вот ощущение. Хотел бы я там заказывать или нет. Сразу скажу, пятерки не будет. Но приближенная к пятерке оценка, безусловно, будет. Ну, вы же поняли, у каких компаний. Вот такие дела, ребят. Спасибо за то, что посмотрели. Новый год настаёт уже через несколько дней. 2019. Я даже не знаю, что. Год классный был, на самом деле. Очень много всего было сделано. Очень под конец года принято необычное для меня решение, которое, возможно, в следующем году вы что-то узнаете. Не знаю, что из этого получится, но обязательно у вас курс дела в виду. Вообще год был эффективный. Было плохое, было хорошее. И хорошо, что было именно так. Вот в этом как раз и заключается гармония жизни. Если гармония ролла, как в случае с Мензой, заключается в соотношении начинок вкусных, то в случае с жизнью хорошо, когда есть и хорошее, и плохое. Тогда жить интересно. Я вам желаю, чтобы у вас в жизни была гармония. Конечно, 19-й год у вас был максимально гармоничный с точки зрения разных эмоций. Так должно быть. Пусть у вас ровно так и будет. С наступающим Новым Годом. Всего вам самого доброго. Пока. Че-то я как-то взгрустнулась даже. А серьезно, про всегда хорошо жить плохо, скажи, когда вот всегда все по кайфу. Должны быть пинки какие-то, чувак. А? Например, вот как я заболел сейчас. Так хочу вызвать.